До начала регионального этапа умников и умниц на съемочной площадке царит настоящая суета. Операторы настраивают камеры Ариапак, обсуждают предложенные вопросы и темы, а участники выслушивают первое наставление режиссеров. Вы не понимаете сути многих вопросов, поэтому слушайте внимательно. Не запоминайте, о чем вопрос. Во многих вопросах есть подсказка. Вопросы не страшны, поэтому если внимательно слушать, я даже сам на три ответил. Причем на два правила. Однако шутки в сторону. При подготовке к финалу ребята перечитали сотни книг, перебрали множество источников, заранее зная только одно – тему финала – театральной традиции Ярославии. Съемки идут прямо здесь, в фойе Первого русского театра. Конечно же нервничаю, потому что сначала у нас было 47 человек, потом осталось 27, сейчас только 9. И, конечно, ответственность как-то растет. В жизни мы остаемся друзьями, и мы вместе готовились, мы вместе шли к этому финалу. А сейчас на дорожке, ну, как повелится судьба. Однако теперь о волнении предстоит забыть. Камера, мотор, поехали! Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые телезрители. Мы начинаем финальные игры региональной телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Ярославии». На дорожке выходит первая тройка финалистов среди участников, вошедших в финал школьники из Ярославля, Рыбинска, Даниловского и Ростовского районов. А вот и сюрприз судит самых умных школьников бессменный ведущий «Умников и умниц» Юрий Вязинский. Посмотрите в их глаза, послушайте, как они говорят. У них лица сияют, у них в глазах интерес, интеллект. Ну, что еще могу сказать? Ну, замечательная область, замечательные ребята. Тут губернатор стоит. Это уже третий региональный сезон «Умников» на Ярославской земле. Борьба разгорается нешуточно, ведь победители отправятся в Москву, чтобы побороться за главный приз учебы в одном из самых престижных вузов страны МГИМО. Мария Братковская на Всероссийской олимпиаде уже выступала. Совсем скоро у нее свой финал. Там было сложнее, потому что все же там ответственность, наверное, больше, потому что здесь представляешь себя, свою школу, там нужно представить уже целую область и как-то груз ответственности больше. Главный судья интеллектуального шоу – губернатор Сергей Ястребов. То, что нынешние победители уедут учиться в столицу – явление временное, уверен глава региона. Если отправим, они вернутся, потому что, я думаю, эти традиции, эти привычки, та любовь к городу заставят их вернуться. И вернуться обязательно в том случае, если они найдут здесь себя. Они должны понять, что они нужны городу, земле Ярославской, стране нашей. Кто стал главным умником этого года, вы можете узнать совсем скоро. Финал телепроекта «Умники и умницы Ярославии» наш телеканал покажет уже на следующей неделе. Светлана Доброхотова, Георгий Иванов. День событий.